Привет! Сегодня хочу показать, как я делаю генераторы игровых объектов. Например, я делаю уровни в маджонг, размещая фишки на поле в заданном порядке. Любые карточные игры, где нужен определенный порядок. Схожим образом я создаю арены для Tower Defense игр, матч 3, где я создаю начальный уровень до его перемешивания, и даже карту островов для своего ремейка игры Мекаломания. Код очень расширяемый, и его можно подстроить под любую задачу. Для максимальной простоты показываю на чистом JS. Сразу покажу вам код генератора, он предельно простой. Это двойной цикл, который проходится по двухмерному массиву. Визуально очень просто создавать карту объектов, просто изменяем числовое значение. Теперь рассмотрим это немного подробнее. Я уже подготовил базовый темплейт. Он состоит из файла index.html, в котором уже я создал объект Canvas. У него заданы самые простые стили, которые размещают его по центру. Также я сделал папку images, куда добавил все тайлы, которые нам понадобятся для создания уровня. Они все должны быть одного размера. Это обязательное условие. И точкой входа в приложение будет файл index.js, который находится в корневой папке вместе с файлом index.html. Таким образом, он подключается, и обратите внимание, у него должен быть атрибут type.module. Это позволит использовать импорты в приложении. Создам папку scripts и создам файл game.js. Получаю переменный Canvas и его контекст. класс game будет иметь два метода init и generateMap. Подключаем класс game в точку входа и вызываем его метод init. Видим, что в консоли он отработал, а это значит, что все подключено правильно. Теперь я создал файл config.js, в котором я укажу параметры ширина и высота, которые будут равны ширине и высоте одного тайла. Теперь в классе game.js я импортирую config и для коноса я задам ширину, равной ширине 5 тайлов и высоту, равной высоте 7 тайлов. Следующим шагом я создам класс тайл.js, у которого будет всего одна задача. Он будет создавать изображение и у него будет метод onload. В загрузке изображения мы будем вызывать callback. Конструктор класса будет принимать атрибут путь до изображения src и координаты x и y. метод render будет принимать контекст канваса для отрисовки изображения. Добавлю в config объект, в котором у меня будет храниться тип изображения и путь. Импортирую тайл и проверю, что все корректно работает. Когда я вызываю new tile, я создаю new image и дожидаюсь загрузки изображения. Как только изображение загрузилось, то можно его отрисовывать на канвасе. Все работает, теперь можно удалить тайл и создать map generator. Он же генератор уровней, он же генератор любых объектов. Сразу вставлю код генератора. Я его так и так показал в начале видео. Он очень простой и состоит всего лишь из двух методов. Сейчас добавлю в config карту уровней и подробнее расскажу принцип работы генератора. Импортирую генератор карт и тут же его инициализирую. И в качестве аргумента передаю первый уровень. Как видим, все работает, а теперь давайте я подробнее расскажу о принципе работы генератора карт. Метод generate принимает на вход массив уровня. Такой массив, который вы видите на экране, называется двумерным массивом. Он состоит из вложенных массивов. В первом цикле я называю переменную row, которая обозначает ряд. На рисунке ряды идут сверху вниз. Далее запускается внутренний цикл и он уже проходит по всем элементам этого ряда. Называю переменную call, которая обозначает колонку. То есть в первом ряду это будут колонки 1, 2, 2, 2, 1. Для удобства я объявляю переменную tilecode, которая содержит в себе текущий итерируемый элемент массива. И выполняю сравнение. Если это 0, значит это пустая клетка и я прерываю эту итерацию перехожу к следующей колонке. После проверки на 0 вызываю метод, который создает tile. Это по сути то же самое, что я делал в самом начале, только теперь процесс автоматизирован и координаты задаются из расчета. Текущий ряд и текущая колонка умножаются на ширину и высоту тайла. SRC мы получаем из tile data, которая берет нужный tile по ключу. Ключом выступает значение текущего элемента массива, то есть tilecode. Таким образом очень легко создавать карты и в методе generate map можно сделать проверку. Если допустим текущий tile является танком, то мы создаем новую сущность танк. Если текущая сущность является стеной, то мы создаем сущность стена. У меня это все упрощено и просто мы создаем tile. Друзья, хоть ролик и всего лишь пятиминутный, но на его создание у меня ушло почти два полных рабочих дня. Это склейка, монтаж, видео и много ляпов, которых я в дикции вырезал. Если вам не сложно, поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь на канал. Это очень сильно мотивирует. Всем спасибо за внимание. Благодарю. Пока.